привет ребята у меня на канале 2 выпуск на канале моем 2 с ирландии так сегодняшнее видео я посвящаю тем кто хочет тоже также уехать как я в общем я расскажу про визу я расскажу про визу как ее делать кино документы собирать сколько стоит сколько придется выложить денежек из вашего кармана чтобы сюда уехать надо сделать чтобы меня больше не дергали этими вопросами поехали начнем с того что я уехал в дублин по программе work and study эта программа позволяет тебе учиться здесь и работать параллельно work and study элементарно здесь ты можешь задержаться на неделю на месяц на 3 моем случае это 6 месяцев это максимальный срок который ты здесь можешь остаться за один раз потом ты можешь уже продлевать дальше это уже другая тема но в суть в том что ты проходишь здесь языковые курсы учишь английский язык и параллельно ты можешь окупать свою учебу и жить здесь нормальный вариант я считаю что учить английский надо именно там где на нем разговаривают потому что живя в россии хрен выучишь английский язык нормально если у тебя и если у тебя нет желания учить точно не выучишь давайте начнем с того что надо сделать какой нужен список документов чтобы получить визу студенческую сюда в дублин в ирландию не обязательно в дублин в ирландию короче обязательных 7 документов это заграничный паспорт смотрите чтобы он был у вас действительно на момент пребывания в дублине то есть не чтобы не было такого что вы уехали и и у вас закончился 40 ну по ну хотя визу вам не дадут если у вас истекает срок поэтому учтите потом нужна справка с работы но справка с работой она то есть в форме я приложу как она выглядит по в описании по ссылке в описании бежим туда я покажу свой свою справку с работы ну то есть это гарантийное письмо с твоей работы о том что ты на такой-то должности с такого-то времени работаешь в этой организации и она предоставляет тебе отпуск с сохранением места ну то есть ты уедешь туда но гарантийно вернешься и продолжишь работать в этой же компании это нужно для того чтобы это нужно для того чтобы доказать что ты не иммигрант потенциальный потому что это в посольстве сразу блокируют таких людей вот такая тема и копия трудовой нужно обязательно записью что ты там трудоустроен официально если ты еще не работаешь может быть ты студент еще учишься или там только после школы еще выпустился то нужна справка с учебы тихо вороны если вы школьник или студент то нужна справка с места учебы и нужна справка с места работы родителей они будут выступать вашими спонсорами поездки потому что вы нигде не работаете можете работаете но если вы нигде не работаете и и вы любом случае если вы даже уже вам 30 лет и вы нигде не работаете можете взять родителей или других родственников в качестве спонсоров которые будут оплачивать якобы вашу поездку дальше нужен ваш диплом где вы учились я заканчивал универ я предоставил диплом вот так также не будет лишним если у вас есть какие-то сертификаты об изучении английского языка какие-то доказательства то что вы шарите это будет плюсом для вас моем случае ничего не было такого но это и не обязательно на самом-то деле это не обязательно поэтому поэтому так нужны еще две фотографии но это стандартные там фотографии две фотографии и самое самое сложное во всяком случае для меня это была банковская выписка выписка со счета должна быть с остатком 7000 евро все но 7000 евро это для тех кто свыше 6 месяцев то есть на 6 месяцев и да и более хочет учиться если вы собираетесь там на месяц ну меньше полугода вам нужно предоставить 3000 евро и обязательно нужно показать движение по этому счету то что счет живой то что у вас регулярный идет приход то что вы платежеспособный гражданин если у вас мало денег на счету и вы просто положите эту сумму за раз это не прокатит ребята потому что нужно обязательно вернее это прокатит но нужно объяснять откуда такая сумма привалила сразу нужно прикладывать какие-то документы купли-продажи например недвижимости машины земельного участка без разницы нужно объяснять откуда это день денежка появилась самом-то деле я понимаю что не у всех такая сумма есть но это не проблема на самом-то деле если если у вас есть деньги вы просто формируете свою историю просто каждый месяц кладите туда и все это вообще просто если вы поздно спохватились и вам нужно обязательно срочно это все сделать у меня тоже этой суммы не было ну короче так давайте еще раз перечислим какие обязательные документы вам нужно предоставить так это загранпаспорт это трудовая это справка с работы или учебы это две фотографии диплом мотивационное письмо и в банковская выписка выписка по счету вот эти документы обязательны к предоставлению плюсом будут уже ваши какие-то дополнительные подтверждающие документы или сертификаты об изучении английского языка в моем случае я еще предоставил документы о моей собственности на земельный участок на долю квартиры эти документы будут выступать удерживающим фактором то что тебя что-то ждет в россии например у тебя есть какая-то земля или дом или у тебя семья это все нужно описывать чтобы тебя не посчитали иммигрантом в посольстве когда будут рассматривать твою визу короче любые документы подтверждающие что ты обязательно вернешься обратно в россию нужно все прикладывать так далее 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 финансовая составляющая сколько это все стоит учеба стоит моем случае я еще оплачивал давно я оплатил вообще еще за год до того как я поехал она стоила 2000 евро в моей школе моя школа называется эрискул там очень мало россиян но тем не менее вы тоже можете туда поехать учеба стоила 2000 евро но тогда еще и евро сам стоил в районе 70 по моему сейчас немножко поднялась сама учеба и ну и евро тоже подскочил давайте возьмем примерно средние 75 рублей плюс-минус может он еще и снизится евро будем отталкиваться от этой суммы получается 150 тысяч за учебу далее вы должны заплатить 15 тысяч агентству я оформлялся через go english это компания у нее главный офис в ижевске ну по-моему где-то и в других городах тоже есть офисы у них отделения люди вообще дистанционно все делали но все равно посредником выступала именно go english так значит 15 тысяч агентству ну или вы можете не платить если будете сделать все самостоятельно вам нужна страховка на весь период пребывания дублине в ирландии эта страховка в моем случае она идет от школы стоит она на рубли если переводить это в районе 17 тысяч 225 евро она стоит она покрывает практически все там но реально все может она покрыть если вам нужно воспользоваться страховкой то она только будет применимо если у вас будет от 100 евро какой-то случай то есть до 100 евро вы сами все оплачиваете дальше идет консульский сбор это обязательный сбор когда вы подаетесь на визу пять половиной тысяч он стоит по окончании учебы вы должны заплатить еще за сертификат то есть за экзамен который будете сдавать в конце учебы моем случае он называется той он стоит 110 евро насколько это примерно в районе 8000 рублей да это чисто простая будет обычный сертификат он котируется только в ирландии но мне больше не надо не надо если вам нужен более престижный он называется ielts он уже будет котироваться во всем мире то есть если вы будете хотите поступать зарубежный университет или на какую-то работу там зарубежно хотите устраиваться он будет вам плюсом весь пакет который я до этого перечислял весь пакет документов вами его обязательно нужно переводить go english он представляет перевод весь всех документов на английский язык стоит это примерно 25 копеек за символ в общем все это выйдет в районе 3000 рублей в моем случае было это три с половиной тысячи ну и под конец если вы будете сами самостоятельно все оформлять сразу рассчитывайте на какие-то курьерские темы то есть отправка документов туда-обратно в моем случае я только пол оплачивал обратную доставку моего паспорта уже с оформленной визой это в районе 1000 рублей а больше я ничего не оплачивал по моему это все уже за счет агентства устал я уже говорить так значит учеба страховка перевод документов услуги агентства консульский сбор экзамен и курьер ну вот ребята 200 тысяч рублей вам нужно выложить для того чтобы получить визу а учебу вы обязательно должны оплатить до того как будете оформлять документы то есть вы сначала оплачиваете учебу и только потом готовитесь уже на визу и получается 200 тысяч рублей это только до того как вы вылетите в дублин ну в ирландию вы отправили все документы и рассмотрение будет примерно длиться на неделе 3 плюс минус и самое стрёмное то что ответ вам придет непосредственно за несколько дней до вылета предполагаемого который вы указали в анкету то есть вы указали 1 ноября вот моем случае 1 было ноября но потом еще сместилась то есть на неделю и вот мне пришел ответ за за день до моего вылета естественно билеты не покупайте до того как не узнаете ответа я не понимаю почему так но они именно именно тянут до последнего короче запаситесь терпением запаситесь деньгами и с богом ребятушки и давайте крепитесь все у вас получится есть еще обращайтесь ну надеюсь вам было полезно послушать об этом потому что когда я делал документы это было для меня сложно первый раз ничего не знаешь ничего не понимаешь куда как обращаться с чего писать сколько стоит вот по деньгам именно я вот на некоторые траты вообще не прикидывайте чтобы не было каких-то неприятных моментов с деньгами заглядывайте туда по ссылке там полезные еще какие-то файлы будут для вас я прикреплю вроде все сказала если вам было интересно нет я же чая как все не надо ничего ставить короче дайте короче пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok